МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20.00 в Красноярске. В прямом эфире новости ТВК. Здравствуйте. В ближайшие 30 минут наиболее важных на наш взгляд событиях этого вторника. И мы начинаем выпуск с главной мировой новости. Серия терактов в Бельгии. Сегодня утром в международном аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва. Спустя пару часов после этого еще два взрыва произошли возле станции метро. За хроникой событий следит моя коллега Елизавета Курочкина. Она сейчас в студии. В прямом эфире, Лиза, какие данные к этой минуте? Что сейчас происходит в Брюсселе? И сколько погибших и пострадавших? Илья, по поводу погибших я расскажу чуть позже. Прежде всего отмечу, что в столице Бельгии введен наивысший четвертый уровень террористической угрозы. Все центральные улицы отцеплены, прекращена работа общественного транспорта и поездов сети Евростар. Бельгия закрыла границы страны. Только по официальным данным, сегодня в Бельгии произошло четыре мощных взрыва. Начну с самого начала. Около восьми часов утра по бельгийскому времени в здании аэропорта Завенте, в зоне вылетов неподалеку от стойки регистрации американской авиакомпании American Airlines, прогремело два взрыва. Погибли 11 человек, более 80 ранены, пишет агентство Медуза со ссылкой на министра здравоохранения Бельгии. После взрыва в здании аэропорта началась эвакуация, отменены все рейсы. Кроме того, во время спасательных операций в аэропорту было найдено три невзорвавшихся пояса смертника, сообщает телеканал Евроньюз. Аэропорт закрыт до завтрашнего утра. Самолет авиакомпании Аэрофлот рейсом Москва-Брюссель, вылетевший в 9.36 из Шереметьево, приземлился на запасном аэродроме. Лиза, вот только что агентство Reuters сообщает, что в аэропорту Брюсселя найдено тело террориста-смертника, поэтому уже можно говорить, что это был теракт. А что происходило в метро? Есть ли информация, сколько точно было взрывов? Учитывая, что информации крайне много, одни говорят, что было два взрыва, другие три. Некоторые российские СМИ сообщают о четырех. Илья, действительно информации очень много, по крайней мере, вот последние данные. Через два часа после теракта в здании аэропорта взрывы прогремели сразу на двух станциях метро. Мальбек, где живут эмигранты, и площадь Шумана, где находится здание Европейского парламента. Некоторые представители власти уже заявили, что это был удар именно по Европейскому институту. Кроме того, премьер-министр Франции Мануэль Вальс отметил, что Европа уже находится в состоянии войны. Бельгийские транспортные службы сообщают, что в результате взрывов у станции метро погибло 15 человек, еще 55 ранены. Ну вот, опять же, уточненные данные к этой минуте. Агентство Russia Today сообщает, что число жертв взрыва в Брюсселе возросло до 34 человек. Известно, были ли среди посадавших россияне. Брюссель, конечно, не самое популярное туристическое направление, но вдруг? В Министерстве иностранных дел России со ссылкой на посольство в Бельгии сообщили, что среди погибших при терактах россиян нет. Нам удалось связаться с Оксаной Бондаренко, это красноярка, которая проживает в Бельгии. Она написала, что мобильная связь сейчас не работает, так как сообщение по телефонам блокировано. Вот как она описывает ситуацию в городе, цитата. Метро закрыто, аэропорт тоже, движение личного транспорта сильно ограничено. Детей разрешили забрать из школ в 12 часов. Более того, многие родители забирали сегодня своих детей из школ еще раньше. В частности, мы забрали своего сына около 10 утра. Наша школа недалеко от Европарламента, поэтому мы беспокоились. Сегодня вечером будем ждать сообщения от руководства школы, будет ли она вообще завтра работать. Конец цитаты. Ну и вот прям с минуты на минуту поступают новые данные. Агентство Рейтер сообщает о том, что в аэропорту Брюсселя найден невзорвавшийся поезд Шахида. А вот многие аналитики, Лиза, говорят, что и связывают произошедшее в Брюсселе из этой серии терактов, которая очень напоминает Париж, то, что буквально несколько дней назад в Брюсселе был задержан организатор терактов Парижа и якобы это могла быть реакцией исламского государства, запрещенной в России организации. Илья, ну бельгийские власти пока никакой связи не проводят, но якобы ответственность, по данным агентства та со ссылкой на египетские СМИ на себя уже взяла запрещенная в России террористическая организация исламское государство. Бельгийские власти пока этого не подтверждают. Что касается организатора терактов в Париже, совершенно верно, его задержали 18 марта как раз возле станции метро Мальбек. Это гражданин Франции, родившийся в Брюсселе, Салах Абдеслам. Я напомню, 13 ноября 2015 года террористы совершили серию нападений на улицах французской столицы. Почти одновременно были совершены несколько атак. Взрывы возле стадиона Стад де Франс в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также нападение на зрителей рок-концерта в концертном зале Батаклан. Всего тогда погибло 130 человек, несколько сотен пострадали. Тогда ответственность на себя как раз взяла запрещенная в России террористическая организация, исламское государство. Олес, ну и время с событиями в Бельгии. Как на теракт отреагировали российские власти? Или я прежде всего отмечу, что во всех российских организациях в Брюсселе предприняты дополнительные меры безопасности после серии терактов. Что касается самой России, то вот некоторые чиновники из-за своих резких высказываний уже стали объектами внимания в социальных сетях. Так Алексей Пушков, председатель комитета Госдумы по международным делам отметил цитата. «Пока Столтенберг, себя не помня, сражается с мнимой российской угрозой и размещает войска в Латвии, у него под носом в Брюсселе взрывают людей». Я отмечу, Йенс Столтенберг – это норвежский политический деятель, генеральный секретарь НАТО. Следующее заявление Игоря Коротченко, члена Общественного совета при Министерстве обороны России. «Европа расплачивается за двойные стандарты своих политиков. Они не сделали выводов из терактов в Париже». А Мария Захарова, официальный представитель МИДа, заявила, что «нельзя поддерживать террористов в одних частях планеты и думать, что они не придут в другие». Высказался через социальную сеть Facebook и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Вот что он написал. «Теракты в Брюсселе – варварское преступление против мирных граждан. Глубокие соболезнования родственникам погибших». И добавил в комментариях, цитата, «начальник службы безопасности Украины Грицак, заявивший о причастности России к терактам в Брюсселе – придурок». Конец цитаты. Да, Лес, но вот газета «Русь» сейчас сообщает, что белорусское информационное агентство «Спутник» сообщает, что в Брюсселе после серии терактов задержаны двое граждан Беларуси, а также уроженец Дагестана, которые могут быть причастны к атакам, которые сегодня произошли в Брюсселе. В России в свое время Владимир Путин говорил о том, что это всеобщая угроза. У нас каким-то образом отреагировали усиления мер в безопасности в российских аэропортах, в Красноярске, например. Илья, ну вот, по крайней мере, в пресс-службе аэропорта Емельянова сообщили, что никаких рекомендаций по повышению мер безопасности пока не поступало. А вот европейские аэропорты их уже усилили, что это касается в частности аэропортов Парижа, Лондона, Франкфурта и Амстердама. Ну, на настоящий момент это пока вся информация. Мы будем следить за развитием событий. Спасибо большое. Это была Лиза Курочкина. Если в ходе нашего выпуска появятся новые важные детали произошедшего в Брюсселе, мы обязательно об этом сообщим. А пока к другим темам. В расследовании трагедии с Боингом появилась новая версия. У самолета мог замерзнуть руль высоты. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. По информации этого источника, пилоты пытались вытянуть самолет, но им не хватило времени и сил, чтобы отодвинуть руль от себя. Механизм мог просто замерзнуть из-за резкого перепада температур. По мнению специалистов, это подтверждает и новое видео авиакатастрофы. На кадрах видно, как самолет врезается в землю, после чего взрывается. Угол падения 45-50 градусов, скорость 325 км в час. При этом, судя по записям переговоров диспетчеров и пилотов, в это время экипаж пытался выправить ситуацию, и в эфире была тишина. Ни сигнала в СОС, никаких либо данных об отключении какого-либо прибора не поступало. Кроме того, эксперт говорит, что проблемы с рулевым механизмом у Боингов уже были. Такое произошло, например, в Казани в 2013 году. Но прямо сейчас к событиям местным и тоже происшествиям. Футбольные ворота упали на первоклассницу на уроке физкультуры. Ребенок сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Случилось все сегодня в гимназии номер 12. По предварительным данным следствия, дети находились на уроке физкультуры в спортивном зале. Во время занятия двое из них разыгрались, и в процессе игры на девочку упали ворота для мини-футбола. Школьницу доставили в больницу с тупой травмой живота. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Учитель, который проводил урок, временно отстранен от своих обязанностей. Сейчас в гимназии работает следственная оперативная группа. Управление образования сегодня сообщили, что директор 12-й гимназии Анна Якобсон после утреннего инцидента была уволена. Добавлю, к этой гимназии в управлении образования уже были претензии. На этой неделе мэрия должна была зайти в 12-ю гимназию с повторной проверкой, чтобы посмотреть, устранило ли руководство нарушения, выявленные прокуратурой и чиновниками. Напомню, новости ТВК сообщали о том, что группа родительниц пожаловалась в надзорные органы на школьные взносы. Без договора другие родители встали на защиту незаконного финансирования. Гимназии музыки и театра. Почти месяц управления образования ждали объяснительную из директора, однако сегодняшнее ЧП показало, что нарушения, судя по всему, так и не были устранены. Вместо горок и качель асфальт и тротуар. Детские площадки муниципального детского сада номер 43 оказались под водой. К скамейкам, лестницам и турникам не подойти, поэтому сотни ребятишек приходится гулять по асфальтированной дороге вокруг детского сада. Единственное развлечение детей рисовать мелом на тротуаре. Отмечу, что данные дошкольного учреждения сдали в январе этого года, только вот площадки оказались к весне не готовы. В руководстве садика говорят, что подрядчик исправит ситуацию и засеет травой участки земли, когда все подсохнет. На данный момент наши дети гуляют по асфальтированной дорожке вокруг детского сада. Для них это очень полезно. Во-первых, они знакомятся с окружающим миром. Это временные обстоятельства, которые решаются, и они решаются именно тогда, когда высохнет территория, чтобы можно было засеять травой, огородить все площадки. К другому детскому саду, номер 39, на улице 9 Мая. Вовсе подобраться можно только вплавь. Родители детей жалуются с приходом тепла. К учреждению вообще стало не подойти. Нет ни одного сухого пути. Все в грязи и лужах. Зайти на территорию садика можно только по специально выложенным доскам. После многочисленных жалоб от родителей сегодня, ближе к вечеру, лужу засыпали щебнем. Именно эту тему предлагаю обсудить сегодня в 20.45. А как вы оцениваете лужи и грязь в городе Красноярске? Почему так грязно? Виноваты в этом красноярцы, которые мусорят? Или городские власти в том числе, которые все это не убирают? Или, может быть, какие-то другие причины в том, что происходит? Звоните нам в прямой эфир по телефону 265-45-00. Отправляйте смс-сообщение на номер 90-20 в начале ТВК, пробел и далее ваш текст. Эту тему обсудим примерно в 20.45. Проблемы нехватки детских садов решили. Правда, дети подросли. Теперь мест не хватает уже в школах. По крайней мере, в этом уверены некоторые жители советского района. В новости ТВК обратились несколько матерей, которым уже отказали в приеме детей в школу по микроучастку. Когда чиновники задумываются о том, что пора активнее строить новые школы, пока не стало слишком поздно, сегодня узнавал мой коллега Захар Письменных. Мы произвели набор. Все. Можете делать, что хотите. В 151-й школе с родителями будущих учеников разговор короткий. Там уже, согласно отчетам за прошлый год, почти 2000 учеников. Преподают им в две смены и больше принять физически не могут. Узнав об этом, Наталья Кизилова отправилась в соседние школы в других микроучастках. Но оказалось, что там ситуация не лучше. Я съездила уже в 69-ю школу. Она находится на Шумятского. Там будут принимать документы только с 1 июля. Поддала в 24-ю школу. Тоже приняли документы. Но сказали, что 100% после 1 июля нам откажут. Потому что у них уже набор тоже произошел. Похожая проблема и у Ирины Коурдаковой. Ей немного сложнее. В семье пятеро детей. Двое из них как раз учатся в 151-й, а третьего не берут. Женщина говорит, теперь, получается, нужно будет оказаться в двух местах одновременно. Если положенного, места не найдут. У меня не принципиально даже. У меня просто другого выхода нет. Просто нет. У меня не финансово нет, как бы, то есть, получается, возможности. Ни физически. Просто я не смогу ребенка возить туда-обратно. Одну я не смогу отправить тоже. Обе наши героини уверены. Известная проблема с количеством детских садов плавно перерастает в нехватку мест для школьников. Управление образования, напротив, говорят, что случай частный и касается якобы только этого района и конкретно 151-й школы. Если родителям отказали по какой-то причине в школе, необходимо обратиться в территориальный отдел образования по соответствующему району, где им будет предложена близлежащая к их месту жительства школа. Добавлю, что в этом случае родителям предложили 69-ю вместо 151-й. На карте видно, что она дальше, чем, например, 24-я, 18-я и 143-я. Это значит, что и в этих школах, видимо, мест нет. При этом чиновники проблемы не видят, а мы напомним, что в истории с детскими садами понадобился указ президента для того, чтобы в городе началось активное строительство. Даже учитывая это, в срок чиновники едва успели. А чем ближе было время отчета, тем больше придумывали новых способов сократить очередь. Захар Письменных, Сергей Березовский, Новости ТВК. Прямо сейчас срочная новость из Ростова, где в эти минуты продолжает оглашать приговор Надежде Савченко. Так вот, по информации к этой минуте, суд признал Надежду Савченко виновной и сообщил, что она будет приговорена к реальному сроку. Как уточняет телеканал BBC, суд признал Савченко виновной в убийстве двух российских журналистов и незаконном пересечении границ. Ожидается, что в ближайшие минуты будет оглашен срок, на который Савченко будет приговорена. Как только это произойдет, мы обязательно об этом сообщим. Ну а через минуту рекламы. Также в новостях ТВК клещи проснулись на столбах. Сообщим подробности, а также проект экологии, чем мы дышали на прошлой неделе. Не переключайтесь. Это новости ТВК, и мы продолжаем. Вместе с потеплением в Красноярск пришли и первые клещи. В пресс-службе заповедника столбы сегодня сообщили, паразитов уже заметили на склонах в Базайской части. По оценкам специалистов, обычно массовое появление паукообразных приходится на май. Однако на крутых склонах, наиболее освещенных солнечными лучами, они появляются гораздо раньше. Также отметили, что в этом году количество паразитов может увеличиться, так как за последнее время на столбах выросла популяция грызунов, которые являются переносчиками таежного клеща. Администрация заповедника призывает горожан к осторожности. Так не следует сходить со специально оборудованных для прогулок тропинок, стараться не прикасаться к кустам и использовать средства защиты от укусов. Также после посещения лесистой местности необходимо обязательно осмотреться на наличие клещей. О СЛЕ после употребления суррогатным виски в Следственном комитете зафиксировали новый случай отравления поддельным алкоголем. В этом сегодня сообщает информационное агентство ТВК6.ру. На этот раз, по данным оперативников, 11 марта двое мужчин купили две бутылки Джек Дэниелс на улице Кразовской. После пробы один из них почувствовал себя плохо и его доставили в БСМП. Там врачи диагностировали острое отравление, вызванное употреблением метилового спирта. Одним из симптомов стала частичная потеря зрения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Полиция разыскивает продавцов суррогата. Напомню, что в ноябре прошлого года около 50 красноярцев отравились метиловым спиртом, который содержался в алкоголе и продавался в том числе в интернет-магазинах под видом элитного виски. 14 человек скончались. Турецкие апельсины заменят сирийскими. В Россию начались поставки фруктов и овощей из Сирийской республики. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». На минувшей неделе в Порт Новороссийска прибыла уже вторая партия. Около 3000 тонн апельсинов, лимонов, крепфрутов, томатов и капусты. По информации бизнесменов, поставки из Сирии хоть и не полностью, но компенсируют нехватку на рынке турецкой продукции. Напомню, с 1 января вступил в силу запрет на ввоз некоторых видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Поводом для этого послужил инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, который был сбит в небе над Сирией турецкими военно-воздушными силами. Сейчас поставщики сирийских овощей и фруктов ведут переговоры с крупными российскими сетями. Говорят, наладить постоянный импорт мешает некачественная упаковка. Но эта проблема, уверяют предприниматели, решится в течение полугода. В Сирии должно начаться производство современного упаковочного материала. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в Бельгии. Как сообщает РИА Новости, власти Бельгии проводят срочную эвакуацию атомной электростанции Тианш на востоке страны в связи с возможностью теракта. О подробности сообщим чуть позже, если не появятся в ходе этого выпуска. А пока вновь к событиям местным. Охота на Туарег, минувшая ночью. В советском районе неизвестные сняли фары сразу с семи автомобилей, сообщает красноярцы. Все машины одной марки, Volkswagen Touareg. Вот что рассказал новостям владелец одной из таких машин. В воскресенье поставил машину на место стоянки, вот за домом, просто около дома. Утром проснулись, жена собралась ехать по делам. Подходит, звонит мне, говорит, нету у нас фар на машине. Полиции сообщили, что уже получили четыре заявления от автолюбителей. К слову, такое выборочное воровство уже было замечено и в других российских городах. Специалисты отмечают, что наибольшему риску подвержены автомобили Volkswagen Touareg Porsche Cayenne из-за особенностей крепления фары и высокой стоимости запчастей. Состава преступления нет. Обмен квартирами был добровольным. Прокуратура признала законным решение Следственного комитета об отказе в возбуждении дела по факту сделки между бывшей осужденной и сотрудницей районной прокуратуры. Напомню, жительница поселка Березовка уверяла, ее заставили подписать бумаги по обмену квартирами. Трехкомнатную на двухкомнатную. Сделку якобы совершали прямо в изоляторе временного содержания. В краевом ведомстве подчеркивают, на момент совершения сделки женщина не работала в прокуратуре, а была сотрудницей районного мужа, районного суда, извините, а ее муж, напомним, был сотрудником местной полиции. В ходе проверки факты превышения должностных полномочий подтверждены не были. На допросе девушка заявила, что никаких претензий не имеет и давление на нее не оказывали. В итоге в возбуждении уголовного дела отказали. Что происходит с ценами на жилье и как складывается ситуация на строительном рынке в кризис? Об этом пойдет речь в программе «После новостей». Если у вас есть вопросы по продаже или стоимости недвижимости, звоните нам по телефону 265-45-00 или отправляйте свои СМС-сообщения на наш СМС-сервис номер 90-20. Вначале ТВК, пробел и далее ваш текст. А через 2,5 минуты рекламы в новостях ТВК. Проект «Экология», чем мы дышали на этой неделе. И когда пройдут общественные слушания по экологической ситуации, а также не пропустите спасение котенка на проезжей части из-под колес автомобиля. Увидимся. Это новость ТВК, и мы продолжаем. В Красноярске состоятся общественные слушания, посвященные экологии. Дату назначили сегодня депутаты законодательного собрания. Всех желающих ждут 7 апреля в 11 часов в Большом зале краевой администрации по адресу Мира-110. Согласно распоряжению, активисты планируют обсудить неотложные и стратегические меры по улучшению экологической ситуации в Красноярске. Напомню, решение о проведении слушания было принято еще в феврале, тогда в общей сложности в течение нескольких недель. В Красноярске действовал режим неблагоприятных метеоусловий. При этом тогда синоптики впервые объявили режим черного неба второй, а значит более высокой степени опасности. Напомню, жители ждут 7 апреля в 11 часов по адресу Мира-110. А сейчас наша рубрика «Экология», в которой каждый вторник в прямом эфире мы анализируем качество нашего воздуха. В эфире моя коллега Юлия Афанасьева. Юль, чем мы дышали в течение последнего часа? Вроде бы в Красноярске потеплело, дует слабый ветерок, все нормально. Ну, Илья, несмотря на небольшой ветерок, по данным Минприроды края, за последний час в Северном было небольшое превышение диоксида азота. Я напомню, что диоксид азота – это газ, который получается при сжигании топлива. Ну, а вот на прошлой неделе загрязнители в воздухе были обнаружены почти во всех районах Красноярска. Так, с 14 по 17 марта в Советском, Свердловском, Кировском, Ленинском, Октябрьском и ЖД районах, а также в Северном и в Солнечном, была превышена норма газа оксида углерода в среднем в полтора раза. Но я напомню, что оксид углерода – это бесцветный газ, основные источники загрязнения, промышленность, сжигание отходов и автомобильный транспорт. Кроме этого, в Солнечном, в Северном и в Черемушках был обнаружен другой газ – диоксид азота. Причем в Северном – наиболее высокие концентрации в 7-8 раз выше нормы. Ну вот мы сегодня пообщались с жительницей Черемуши, которая рассказала, что 5 лет назад приехала в Красноярск. И вот она говорит, что Норильску до Красноярска далеко. И в отличие, например, от Красноярска, в Норильске есть лаборатория, которая оперативно выезжает к загрязнителю. Вот 16-й год, январь, ну это что-то, это невозможно было даже выйти. И слезы, и непонятно что, и ни окно открыть, вообще ничего, но так же тоже нельзя. Для чего эти автомобили были приобретены? И они стоят не один миллион. В лаборатории? Да, да. Ни один миллион, и они не действуют. Почему в Норильске нашли им применение? Когда моментально тут же все это реагируется, и штрафы выписываются, и тут же прекращается выброс. Неужели это нельзя здесь делать? В Норильске дышать легче. Ну вот о проблемах с Красноярским воздухом говорят и московские эксперты. Особенно это заметно в безветренную погоду. Активисты столичной организации «Зеленый патруль» взяли пробы снега и воздуха в Красноярске. И вот первые результаты будут уже через неделю. Что уровни загрязнения по углеводородам, по диоксиду серы, по диоксиду азота, оксиду азота. Они будут очень высокие. Я прекрасно себя могу представить, как, например, перекресток улицы Мира и Рыбеспьера. Он сравним по уровню загрязнения в часы пик с нашим московским лихотовским туннелем, где мы фиксировали 3-3,5 предельно допустимых концентраций, ну, по тому же фенолу, например. Очень удивило низкое качество городского транспорта, который перевозит пассажиров по городу. Это автомобили с классом двигателей «Евро-1», «Евро-2», хотя это уже прошлый век. Ну и вот номер горячей линии «Зеленого патруля» вы сейчас видите на экране. Там готовы принимать жалобы и предложения красноярцев по улучшению экологической обстановки в городе. Илья. Юль, в преддверии общественных слушаний, предложения красноярцев собирали и в Минприроды. Сколько человек откликнулось, учитывая, что нас очень любят говорить и писать по поводу экологической ситуации, насколько человек конкретно собрались, написали и отправили? Ну, Илья, пожалуй, наверное, для такого большого города-миллионника не так много, как хотелось бы. Больше, пожалуй, действительно сообщений в соцсетях. Так поступило всего 103 предложения от красноярцев. Из них лишь 18 были по переработке отходов. Остальные – это из серии, что нужно сделать, чтобы как раз-таки было легче дышать. Ну, и вот сейчас, как нам пояснили в Минприроды, прием таких предложений завершился. Он продолжался со 2 марта. И сейчас их обрабатывают и представят на общественных слушаниях, которые, повторю, опять же, стоятся 7 апреля. Спасибо большое. Это была Юлия Афанасьева. Говорили о экологической ситуации в городе Красноярске и про активность красноярцев. А прямо сейчас информация о по-настоящему неравнодушном горожане. Спас от под колес автомобили. Красноярский водитель помог котенку выбраться с оживленной проезжей части. Видео появилось сегодня в социальных сетях. На записи с видеорегистратора видно, как черно-белый кот выбежал на дорогу и начал прятаться под колесами автомобилей. Помочь животному решил проезжающий мимо красноярец. Он вышел из своей машины и пытался поймать котенка, чтобы отнести на тротуар. Однако перебуганный зверек стал убегать. После этого мужчина вернулся в автомобиль и не дал попутным машинам проехать, пока кот сам не убежал с проезжей части. В твоем видеозапись посмотрели уже почти 5000 человек. Если вы знаете человека, который спас котенка, позвоните к нам в редакцию по телефону 265-45-00 или отправьте смс-сообщение на номер 9020 в начале ТВК, пробел и далее ваш текст. А следующий наш сюжет очень важно посмотреть всем родителям. Речь в нем пойдет про комплексную диагностику развития ребенка. Это очень важная и полезная вещь. Она помогает родителям понять, как развивается их ребенок и позволяет даже вроде бы успешным детям достичь больших результатов. Смотрим. Чемпионами не рождаются банально, но и истина. Мы же с вами, родители, хотим, чтобы у нашего ребенка было успешное будущее. Ну тогда нам с вами сюда, на комплексную диагностику развития ребенка. Поп-клон. Скажите, поп-клон новая башня. Знаешь, на что? На рожок с мороженым похож. Комплексная диагностика развития ребенка – это совместная консультация сразу нескольких специалистов. Логопеда, психолога, нейропсихолога. В течение часа они проводят диагностику памяти, внимания, мышления, восприятия, интеллекта, нервной системы, речевого развития, коммуникативных и социальных навыков. В итоге вы получите расширенное психологическое и логопедическое заключение. Но главное – индивидуальные рекомендации по развитию вашего ребенка. Как и какие способности нужно развивать, на какие занятия водить. Где-то с двухлетнего возраста я бы сказала, что такую диагностику надо проходить раз в год. Любому родителю с любым ребенком. И такая диагностика очень полезна просто для того, чтобы понимать, как развивается ваш ребенок. Ну и потом детям нравится. А сложные задания были? Сложные? Ну я угадала. Ты все угадала? Да. Тебе понравилось? Понравилось. Кстати, комплексная диагностика выгоднее, чем 2-3 отдельных консультации этих же специалистов. И значительно удобнее, ведь все в одном месте. Запишитесь на комплексную диагностику развития вашего ребенка прямо сейчас в семейный центр «Астрея» по телефону 271-1101. Это новость от ВК. Мы продолжаем информационное вещание. Прямо сейчас новость с пометкой «Срочно». Донецкий городской суд Ростовской области приговорил обвиняемого в убийстве российских журналистов в Донбассе. Украинскую лечицу Надежду Савченко к 22 годам колонии общего режима и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Судья посчитал, что исправление Савченко возможно только в изоляции от общества, сообщает агентство РИА Новости. Допустим, накануне суд начал оглашение приговора. Судья заявил, что мотивом совершения обвиняемой преступления стала ненависть и вражда по отношению к русскоязычным людям в целом. Защита Савченко сообщила, что она не признает приговор, каким бы он ни был, и не будет обжаловать его. Гособвинение просило приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы. Ну а прямо сейчас мы переходим к теме, которую планировали сегодня обсудить 2045 грязь в Красноярске. С чем это связано? Кто виновен? Виновны ли только красноярцы или виновны только коммунальные службы? Кто? Звоните нам в прямой эфир по телефону 265-45-00, отправляйте смс-сообщение на номер 9020, начале ТВК, пробел далее ваш текст. У нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я живу в Кировском районе. Я хотел бы ВОСУ сказать по этому поводу. Я не буду сейчас касаться коммунальных служб, мусора, который летает в банки-склянки. Мне бы хотелось сказать, вот сейчас все подсохнет, и в городе Красноярске начнутся песчаные бури. А причина вот этих песчаных бурь – это неправильно устроенные газоны, строительные площадки и грязь в городе. Вот я не знаю, допустим, решение, какое можно принять по этим автомобилям, которые лежат, и по строеплощадкам. Но по газонам я примерно знаю, что должны делать. Должны чиновники принимать у строителей, которые делают эти газоны, лично приезжать и принимать эти самые газоны. Вот у нас газоны в Кировском районе делались, вот где стелла, они были сделаны заново. Вот как они были сделаны плохо, неправильно, так же неправильно сделаны и насыпаны. И вся грязь во время дождей текает на дорогу. И опять это все начинается по кругу. Спасибо, Александр. Спасибо за ваше мнение. Еще одно смс-сообщение. Сознательность нет ни у горожан, ни у тех, кто должен следить за порядком в городе. Город – это наш дом и наше лицо. Если человек позволяет себе выбрасывать мусор мимо урны, выкуливать собаку и не убирать, так же он относится к своей жизни. А то, что у нашего дома нет хозяина – факт налицо. Оттуда такая грязь и дорога, как решето. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер, слушаем ваше мнение. Добрый вечер. Наш дом новостройка, улица Сопочная, 36. Это угол Сопочной, Ладоке-Цхавеле. Чтобы выйти на остановку на Красную армию или Копылова, мы должны пройти либо дворами по Спартаковцев, либо по Корнеево, которая уже перегорожена, либо по дороге Ладоке-Цхавеле. Среди машин, среди луж. У нас просто нет тротуара выхода к остановке. Это метров 500, и мы идем по грязи. И, пожалуйста, кто за это должен отвечать? Те, кто строит и проектирует? За это должна отвечать городская власть, мэрия. При проектировании наших домов, 14-этажных многоподъездных домов, нужно было пешеходные дорожки предусмотреть. На машинах к нашим домам можно подъехать. Пешком пройти невозможно. Спасибо большое за ваш звонок. Это был звонок с улицы Сопочная, 36. Может быть, городские власти обратят внимание на эту проблему тоже. Прямо сейчас блок полезной информации. А после мы планируем услышать в нашем эфире члена Красноярской региональной организации Союза архитекторов. Так что не переключайтесь. Мы продолжаем обсуждение. Некоторые ваши смс-сообщения. У нас всегда и зима, и весна приходит неожиданно. Как показывает практика для наших служб, это всегда сюрприз. Нет у города хозяина. Вот он запущен такой. Страшно, что дальше будет при Пимашкове. Такого не было. Тепло, вот и грязь. Снег быстро тает. Или еще ужасно грязно в городе, особенно от любителей собачьих. Снег растаял, как говорится, потекло. Что делать с такими товарищами? Существует ли для них наказание? Много раз пытались ввести это наказание. Видимо, так и не получилось. А вы пробуйте перейти улицу Славы в Солнечном. Это же кошмар. Или еще одно. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я Нина Васильевна. Проживаю в Кировском районе. Вот спрашивают, кто виновен. Я считаю, что департамент городского хозяйства. Вот сейчас снег вытаял. Вытаял. Значит, проанализировать все нужны микрорайоны. Поставить на контроль. В этом году не успели. На следующий год отработать. И в результате город загаженный. Город начинает мыть после 9 мая, когда газоны покроются травой. Как это можно? Все зарплаты получает. Спасибо, Нина Васильевна, большое. Есть еще одно сообщение. Понятно, что весна и много луж, грязи, но сколько вытаило мусора. Идешь по улице и так противно. Чем мы хуже москвичей, например, или даже тех, кто живет в центре нашего города. Знаете, в центре города не лучше. Накануне прогуливались в районе Качи, в районе улицы Республики. И там, знаете, не лучше, чем в Черемушках или в любом другом районе города. Вот эта проблема не только окраин, но и центра Красноярска. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем ваше мнение. Меня зовут Ольга Викторовна. Каждый день хочется ездить на работу через микрорайон Ветлужанки. Первое препятствие – это озеро в районе Ветлужанки. А это не озеро, это целая река. И маленькие машины постоянно это самое глохнут. Второе препятствие – это микрорайон Серебряный. Вы знаете, какие там две огромные ямы. Проваливаются колеса у автобусов. Я просто удивляюсь, почему автобусники, так сказать, продолжают ездить. И третье – вы с улицы Курчатова на свободный проспект, если ехать в сторону госуниверситета. Правый крайний ряд. Огромные шесть ям. Понимаете, проехать невозможно. А кто за это все должен отвечать? Департамент транспорта, хозяйства, люди, получающие деньги. Спасибо большое за ваш звонок. Еще одно сообщение. Здравствуйте. Подъедьте к детскому саду 323 на Пашином. Ситуация, как на 9 мая, только вместо грязи – большая лужа. Идти приходится по земле, а земля в данном случае – это грязь. Или еще одна культура красноярцев, особенно молодежи, оставляет желать лучшего. Много сообщений поступает. Я думаю, что эту тему мы обязательно еще будем продолжать. А на сегодня это все. Служба информации телекомпании ТВК продолжает следить за развитием событий. Я напомню, наш телефон – 265-45-00. Адрес в интернете – tvk6.ru. Спасибо, что были с нами. Увидимся.